МИХАСЬ Александр Январёв на протяжении всей творческой карьеры играл в основном отрицательных персонажей. Острохарактерного актёра, запоминающийся внешностью и своеобразной злодейской харизмой, зрители запомнили по фильмам «Два билета на дневной сеанс», «Бег», «Белорусский вокзал» и многим другим. Эх, а вчера встречаю этого Ромео в уютном местечке. Вот хожу к нему вплотную и говорю, инженер такой-то, он тоже культурно, чем могу. А я его весь холку взбил так, что на харачках полз, потом поднял его за шкирку, поставил его на копыта и показал фото. Инка во всех видах, в чём мать рожила. Но в жизни этот актёр вовсе не был похож на своих героев. Впрочем, честность и принципиальность удачи ему не принесла. Александр Январёв – коренной москвич, который родился 23 октября 1940 года. Были слухи, что он был подкидышем и вырос в детдоме. Отсюда будто бы его фамилия Январёв. Якобы мальчика нашли в январе. Однако эта сентиментальная история не имеет отношения к действительности. Родители будущего актёра не думали избавляться от ребёнка, а наоборот – растили его в любви и достатке. Был у Саши родной старший брат – Аркадий. Что же касается необычной фамилии, ею артист был обязан своему прадеду по имени Януарий. Также известно, что до революции несколько поколений семи Январёвых зарабатывали на жизнь иконописью. О детстве Александра Январёва практически ничего не известно. Поэтому сразу перейдём к тому моменту, когда после окончания школы юноша с первой попытки благополучно поступил во ВГИК. Курс, на который он был зачислен, оказался несчастливым. Набрал его режиссёр Юрий Победоносцев, но вскоре его уволили. На освободившееся место был назначен Яков Сегель. Но и тут не срослось. Новый руководитель угодил в ДТП. Чехарда с наставниками прекратилась только когда образы правления учебным процессом взял Борис Бабочкин. Но на всём курсе не оказалось ни одного человека, чья дальнейшая судьба сложилась бы счастлива. Одни из студентов эмигрировали, другие ушли в монастырь, а третьи безвременно скончались. Но тогда в 60-е ещё ничто не предвещало дальнейших бед. Александр Январёв блестяще защитил диплом, сыграв роль Ищенко в картине «Время вперёд». Гвозди не забудьте! Гвозди! Здорово! Здравия, старшина Аргулись! Тебе, говорят, женка приехала? Да приехала, скаженная женщина! Ну как там наше дело? Дела идут, контора пишет, кассиры... Нет, ты скажи, кто Харьков будет бить! Смотря по фактам, пока неизвестно. Как хлопствуй? А вы за моих хлопцев не беспокойтесь. За каких-нибудь других можешь беспокоиться. Эта роль открыла для него дорогу в профессиональный кинематограф. Второй работой молодого киноактера стала роль негодяя Сироткина в «Детективе. Два билета на дневной сеанс». Эта картина определила его дальнейшую творческую судьбу. С этого момента, в следующие 20 с лишним лет, актёр станет играть только отрицательных героев. Ты знаешь, что эта шкура задумала? Влюбилась? Да-да. Но я её всё-таки нашёл. Она мне лапки на грудь. Больше не могу, говорит. Отпусти, ради бога. Люблю. Ну я чутко расспрашиваю, кто что. Инженерик с ихнего завода и т.д. Александр Январёв был очень закрытым человеком и никогда не выносил свою частную жизнь на публику. По всей видимости, он ни разу не вступал в брак. О его романтических увлечениях также ничего не известно. Александр Иванович не знал недостатков в предложениях от режиссёров. Но только до тех пор, пока не началась перестройка. При этом нельзя сказать, что творцы новых фильмов не предлагали ему роли. Напротив, Александр Январёв сам отказывался от ролей. Ещё не дочитав очередной сценарий, актёр понимал, картина выйдет низкопробной. А он полагал, что одно дело играть в хулиганов, и совсем другое играть в пошлое хулиганство. Последнее было для актёра неприемлемым, и он твёрдо следовал собственным принципам. Российский зритель смотрел «Американские боевики». В 90-е актёра уже никуда не приглашали, и об Январёве попросту забыли. Александр Иванович скатился в депрессию, жил в бедности, и денег порой не хватало на самое необходимое. Актёр Александр Январёв скончался 11 февраля 2005 года. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Александра Январёва похоронили на Покровском кладбище на Рафаминском районе Подмосковья. Рядом с ним покоится его старший брат. Актёру было 65 лет. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова